Поехали. Сразу видим, что у нас тут метель. Следовательно, пасы немножко запрещены. ГФС неприятные. И внезапно у Ногогрыза стадионный эльфийский газон. Казалось бы, какой стадион должен быть у Хаоса? У Ногогрыза будет девочка Бладвайзер внезапно. Потому что Завры, как я понимаю, докупили одного скинка. Я так смутно догадываюсь, если мне не изменяет память. Короче, я почти идеально. У меня мясо было заготовлено в воскресенье. И вот сегодня я ем последнюю порцию. Мне не хватило одной порции, немножко там, на второй бутер. Но, по сути, хватило мяса на всю неделю. Так вот, я люблю три соуса к мясу. Один чесночно-сливочный. Он подходит больше для курицы, индейки, что-то такое. Потом томатный соус с овощами. Он лучше заходит к этому... Как же называется-то? К свинине. А сегодня я ем печенку. А печенка с топовейшим луково... Как же называется-то, а? Луково-морковным соусом. Вообще морковь такая тема. Прям ух. С мясом вообще в ух. Я смотрю, и с рисом отлично. И не с рисом. Клавсобоязнь третьей степени у фистов. Так вкусно. Так... Играет музыка Играет музыка Погнали наших городских Поехали Даже не пробил Жаль Ну Ладно Тоже неплохо Вот здесь сейчас надо бы уронить Я имею ввиду следующим ударом Видимо будет проталкивание Кроксигора Не знаю зачем на горыс подошел Как бы Смысла в подходе было довольно мало Лос довольно унылый Осталось только МБПОчечкой Размощить что-то Многогрыз пошел на хаосистский реролл Окей Я бы не поошел И так все более чем хорошо Хоть какой-то минус Тем более довольно важный Будь ногогрыз Чуть умнее Он бы сначала Встал бы Около мяча И тогда бы Здесь бы задоджил бы Не рероля Зачем у него рерол То уже нет Так еще Просто я бы сказал Что на этом козле Вот Да с четырьмя Это добро На этом ТВ Просто вот то что Остался в контакте Это да Завр все делает Как по учебнику И будет хаос Не будет хаосистского Рерола от Завра А по-моему Этот Завр Как бы Точнее этот козел Практически козел победы Может быть и стоило рерольнуть А вот Да мне тоже так кажется Дио Можно было и подобрать Я согласен Чтобы потом С чистой совестью Задоджить Не подставлять Важного игрока Но Завр пока в очень плохом контакте Стоит Честно говоря Я вообще не уверен Что Завру Стоило так подходить Окей Но только ты при этом Сейчас под... Слушайте Ребят Ну это говнище Какое-то Объясняю Это Два удара С клавцой Сюда И можно сразу Идти ПОшечка Вот сюда Ну ладно Далеко Ну хотя бы Вот это Можно попытаться Выбить Чё-то Как-то Чё-то Как-то Неоргазмирую От игры Завра Простите Подводим Козлика сюда Бьём Ну Завр Завр как будто Хочет выпилиться Сейчас По ощущениям То есть Завр уже Успел Увидеть Несовершенство Мира И видимо Сейчас будет Закрывать Очи Здесь повезло Очень везёт Завру Пока Завр отыграл Отвратительно На Гагры Скинул Ещё хуже Чем Завр Сыграл По ощущениям Ну не квадру Конечно Будет Клавсой Пытаться Убить Заврика Всё-таки Я так Подозреваю Но я говорю Я бы В Завра Может даже Приролил бы Короче Не знаю Ой В Завра В смысле В Зверо-человека То есть ПО Зверо-человек В этом матче Будет делать Разницу Многогрыз Очень осторожен ПО Зверо-человек Это тот Зверо-человек Который Будет делать Разницу В этом матче Наконец-то Удар Залетел Мбэк Ловса Поехали А где Только Смерть Ну ладно Короче Завра С места В карьер Херню Какую-то Наиграл Мне не нравится Удаляйте их Может он Заманивал Сейчас позиция у Завра Будет повеселее Это да Еще Завр Начал Немножко Бить Это тоже Хорошо Еще и Шальной Пробой По девятому Армору Тоже Неприятно Ну вот Сейчас Масс Финды Масс Борьбуны Ногогрыза Хорошо Играют Вообще Я бы сказал Что Ногогрыза Несмотря на то Что довольно мало Убиваторского потенциала Чисто для позиционной игры Очень неприятная команда Болеем за Ногогрыза Ты че пес Мы тут за Ногогрыза Болеем Я это делаю Даже Не из-за денег А потому что Люблю большой И ласковой Любовью Ну вот так вот Надо Надо конечно Гордов Выносить Желательно Всему этому Добру Это неплохая мысль Но Блицы Пока не торт Зато Можно попытаться Скинкана Взаимном ударе Выбить Ну Ногогрыз Правильно Понимает Что Размен Блиц В Блиц На его Стороне Только Пока Блицы Не получаются Это немного Не очень Ты будешь Игру Ситара Смотреть Буду У меня Три монитора Я могу Себе Это позволить Теоретически Думаю Могу Ее Даже Вывести Вам Будем Будем Смотреть Две Игры Параллельно Буду Буду Устроить Себя Видеодиджея Ну Так Вот Неприятная Команда Завров Смешно Что У них Нету Брейктаклов Практически Вообще Да Нету Брейктаклов Кроме Одного Но зато Масгарды Реально Работают В этом Матчапе Там еще И Ситар Играет Да В 19.00 Через 45 минут Но если Ногогрыз Сольется Или выиграет Раньше Было бы Хорошо Пойдем К Ситару Тогда Я бы Даже Захостил Куба Неприятненько Получать Такие Три Куба Ну Это Да Это Это Что-то Подставлено Слегка Ногогрыз Заманивает Заманивает Формально Может Ему И матч Не будет Очень Длинно Ну Посмотрим Арт Косте Может Его Даже Не Играть Он Из Вышки Не Вылетит Ему Удобно Вот Господи Скинки Дают Маску Ой Ой Неприятно Неприятно Прям Я даже Сказал Сильно Неприятно Честно Говоря Очень Похоже На То То Либо Сейчас Будет Блиц Сюда Сказ Сэмбэ Клавсой Надо Подводить Двух Игроков И уходить Налево Либо Вообще Насрать И попытаться Выбить Одного Из Ближних Скинков Будет Блиц В дальнего Окей Ну Потому Что У Завров Мас Горды Мас Горды Две Пятых Силы Там Как бы Еще Пару Шальных Пробоев Залетело Это Нормально Видимо Надо Как бы Драться Что Девать Вставать И Драться Опасно Конечно Неприятно Но Выбора Мало Опять Все Таки Как Бы Ну Это Хорошо Тут Бы Минус Дать Было Бы Идеально Ну Пробой Тоже Хорошо Не Идеально Сейчас ПО Пригодилось Б Клапса Позволило Пробить Мб Оставалось В запасе Вот Сейчас Опасно Сейчас В смысле На мяч Сядут Плотно В толпой То есть Силовой Завар Откроет Ну Откроет Дырку Крок сядет И что-то Как бы Там уже Придется Это Что-то Выдумывать Не Понятно У него тут А не Не Пошел Садиться Через Чейнблок Как бы Очень Неприятный Минус Но Ожидаемый Стоит сказать Что Минус Определенно Ожидаемый Не Боится Странно Очень Трусливый Завар Очень Трусливый Завар Мне не Кажется Что в этой Ситуации Завру Стоило бы Размениваться Блиц Блиц То есть Сейчас Как бы Хайситы Более-менее Разорвали Контакт Ну Не Знаю Трусливый Это Хорошо Продолжение следует Смешная шутка, Дио Я согласен Ну у Ситара всегда так Все очень трудно, а потом Он два сезона подряд Становится чемпионом по количеству травм Нанесенных Смертей нанесенных Слушай, Дио, ты представляешь, что Ситар Ситар Два сезона подряд в среднем Делает одну смерть оппоненту за матч Ты представляешь? Вот как швейцарские часы Ну Завр сейчас неплохо встал Хотя из-за Кракса стало потяжелее Это скилл Это скилл, да Ну то есть Два сезона он не сыграл последнюю игру С 17 травм Ну неудивительно Да, неудивительно Это хорошо сказано А я бы, наверное, делал бы Блиц воином сюда Как это ни странно Я бы подумал бы О Блице воином здесь Можно было бы Блицануть воином скинга Ну хотя здесь тяжело было бы Дать контргард Можно было бы подумать О том, как это Подушить Так, окей Ощущение, что Гагрыз хочет пойти В Кракса Судя по заявке Это заявка На поход В Кракса Нет, все-таки Аккуратно играет Но получилось погано Не знаю Мне не понравился ход Но грыз какую-то Сыграл Так себе хрень Конечно Тут вперед уйти Можно спокойно Но Чуть не знаю Типа никакого Это какой-то Защитный был Ход Такой абсолютно Защитный Аккуратный ход Не знаю Мне кажется Что за время Такие работают Немножко не очень Там можно было Козлом попытаться Организовать Какие-то кубы То есть Козел реально мог Попытаться Можно было Реализовать Типа Мбэтакл В скинка И потом Попытаться Реализовать ПОшечку Еще Все вместе Скажем так Но По итогу Ничего не реализовали Как бы Вот это правда Приятная дрянь Вот это приятная дрянь Выход прям Отличный Вот за За это Прям приятно Хотя Сночь честно говоря По ощущениям Ну Ногогрыз Без пробоя Пока Просто отбивается Раз за разом Ну я понимаю Почему он так Играет аккуратно Это не всегда Хорошо В том плане Что Иногда Все таки Вот в таких матчах Где все идет Ме Надо включить Йобу То есть Именно Нестандартные Животные Решения Иногда Действительно Переворачивают Игры Не всегда Конечно Но просто Такими темпами Как бы Ну завры Мне кажется Все таки Будут гонять 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 А если Шальной пробой Залетит То как бы Совсем Дощемят Вот Мне просто Не нравится Концепция Расчета Что мы ждем Что не будет Шара Вот Продолжение следует Это хорошо Это очень Приятно Я бы конечно Задал бы Несколько Вопросов На тему Как бы Это выразится Игры Завра Вот Ну окей Ладно Сейчас Надо мочить Это было Жадно Это было Слишком Жадно Я бы даже Сказал К вопросу Об Отбитосных Действиях Ну вообще Можно силовика Казнить Сейчас Нет Пошел Аккуратно На Гагресс Очень крепкий Скинг Ты хочешь Это сделать На Гагресс Мы все Это знаем Кого ты Обманываешь Пош Ой Ой Описывайтесь На Гагресс Описывайтесь unt Я что-то не чувствую, что нога грызца может... Хотя нет, в принципе, наверное, поставят. Но вот здесь отыгрывается та хрень, которая есть у Завров. То есть Завры, которые играют без брейктаклов, без брейктаклов, они позиционку не могут. Вот человек играет без брейктаклов, и видно, что нога грыз, не самая готовая команда, и всё-таки растаскивает его. А зачем Завру пять силы? Привет, Даша. Как твои дела? А таташки, пятая сила нужна для того, чтобы бить, и чтобы тебя не били. Вот здесь, когда Краксигор и Пятисильный встали, там, типа, ребята такие посмотрели, он, наверное, просто ударов не нашёл. Я имею в виду адекватные кубы. Ой, смерть! Ну, правда, СМБ вряд ли. Давай, убей его. Знаете, был такой мультик старый. Кот Ик. Кот по имени Ик. И там был такой момент, что, когда его догоняли, там было поймать его, освежевать, сделать пуфик под кровать. Я, конечно, ой, нога грыз, сразу тоже печально кинул. Я догадываюсь, что... Кстати, неаккуратно сыграл. Типа, никого не поднял. Сыграл, как Битос. Дела солнечные твои. Последний рабочий день на неделе. Мои дела неплохо. Я... Я жду, не дождусь. Я... Лелею мысль о том, что осталось один день отмучить ББ. И можно будет немножко... Ну, как один день? Мне осталось примерно, я думаю, часик. Но я смогу пойти отдохнуть. Вот. Я жду, не дождусь. Я теперь жду выходных, как никогда раньше. Вот так вот. Сейчас нога грыз думает на тему жадности. Мне, кстати, кажется, что нога грыз может не сильно жадничать. Смотрите. Мы поднимаем воина. Я понимаю, что брейктакл, вся фигня. Бьем сюда. Ну, только сначала надо было воина поднять. Сначала надо было поднять... Хорошо. Хорошо, нога грызец. Скушали тлантлека. Мы отлично. Воин... Так, уже первая травма на седьмой ход. Сразу видно убивательный потенциал хаоса. Простите меня, пожалуйста. А теперь бы я искал три куба сюда. И вообще можно на краю остаться. То есть, смотрите. Ты встаешь сюда, ты встаешь сюда. Да, даем три куба и только смерть. Хотя, блин, конечно, не так аккуратно это делается. Времени, блин, мало на гол. Ой, нога грыз, конечно. Сталит как энимал настоящий. Хе-хе-хе-хе-хе. Ой! Ну, это хорошее. Позиционно это хорошее решение. Окей. Я согласен. Это хорошее позиционное решение. Абсолютно солидаризируясь с идеей нога грыза, это было хорошо, если... Ну, да. Если бы упал, там были бы кубы. Тебе показалось, спиритолог. У меня что-то опять с интернетами. Так, стрим вроде работает, но у меня что-то опять дропы пошли. Не знаю, с чем... О, все, пропали вроде. Все, отлично. Нет, у меня спиритолог. У меня задор от того, что завтра выходной. Опа! Так, подожди-ка. Он пойдет выбивать в 1д. Все, отлагало. Интернет что-то подупал. У меня задор от того... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ну, на опыте, ребята. Это скилуха. А теперь можно агильно выубивать. Агильно выубивать этого, выталкивать. Изи победы. Притом, все можно делать в 3 куба. Вот это скилуха-ногогрыза. Я радуюсь выходному, спиритолог. Понимаешь, вот так я устал от блатбола на этой неделе. Так устал от блатбола на этой неделе. 5 плюс. С брейктаклом это был 2 плюс. С брейктаклом это был 2 плюс. Так что ты немножко не это. Не прав. Просто 1-1 выпало. Оно показывает влоге 5 плюс, потому что до брейктакла не дошло. Я тоже не понял, зачем он... Я думал, он пойдет агильным выбивать. Тогда это имело смысл. А так... Видимо, думаю, что как-то усложнит ситуацию. Мы в курсе о таташке. О, спиритолог, я тебе не показывал. Даша недавно нарисовала прям топичный рисунок. У нее, правда, инста закрыта. Я Рэйвену вот показывал. Там такой хороший будущий российский постапокалипсис практически. Так, ну что по итогам. Минус 1 скинг. Это довольно мало. Многогрыз тоже играет. Ну, вантерна, правда, по-моему, не будет. Вот это самый главный плюс. Агильный сайдстеп скинг не встал. Так что шансы на это не очень высокие. Вот. И, да ничего, просто прикольный рисунок. Я тебе как-нибудь скину, если не забуду. После игр. Сложно будет тайм у многогрыза. Пока все не ок. Пока все не ок. Ну, вообще, как не ок. Типа, одна травма по скингу за тайм. Просто понимаете, в чем проблема? Я сейчас на лосе залетит немножко в кабину. Козлы-то мягкие. То есть, вообще, в принципе, когда у тебя есть МБ-клапса, ни в одном экземпляре, еще и СПО, там должны были быть какие-то потери. Завры сказали, нет. Никаких потерь. Ну, один скинг не считается. В общем, как-то разочаровывающе. То есть, второй тайм начнется практически с нуля. И даже, скорее всего, с небольшого завра преимущества. Я так подозреваю. Неужели собирается вантернить? Да нет, по-моему, тут как бы очень тоскливо. Проще убить и играть с надеждами на доп. время. Если до него дело дойдет, конечно. Был бы у Завра рерол? Был бы у Завра рерол? Это можно было бы обсуждать. А без рерола? Ну, такое. Ну, смена погоды. Смена погоды в плюс идеи авантюрнее. Только не уверен, что спасет ее. Ну, вот. В общем, вантерно не получилось. Хотя в 3 куба были неплохие шансы. Теперь главное никого не потерять. Слушайте, хорошо. Слушайте, Нагагрыз никого не потерял в Завос. При 3-8 арморах и 2 мб от оппонента. Похлопаем Нагагрыза поляшечкам. Молодец. Ничего для этого не сделал, но... Ну, молодец. Так. Прекрасно. Непрекрасно. Ну, ладно. Нагагрыз вышел в равных составах. Это хорошо. Потому как складывался первый тайм, хорошо. Забил в равных составах. В дефе хаосу будет в какой-то степени попроще. В том плане, что в дефе размены 1 в 1 имеют намного больше смысла. Ну, вот. А так как у Завров нету брейктаклов, они не смогут сильно погрязнить. До игры Ситара осталось 25 минут. Ну, Элла, кстати, на минимальной нижней планке хорошего игрока. То есть, считается, что все, кто от 1600, уже умеют играть. На хорошем уровне. Ну, вот. Какой сыграл? У меня хрустят суставы. Старый стал, блин, уже 100 лет. Продолжение следует... Ну, Дио, желательно все-таки не доводить до овертайма. О! Кстати, забыл рассказать вам мыслю. Короче. Проблема с крысами решилась довольно неожиданным образом. У меня теперь в подвале дома живет очень красивый белый кот. Его все кормят. Немножко так. Хотя он вроде особо не бедствует. Его очень как вообще все пропало, ничего не видно. Вот так вот. Он вообще прям няша-бояша. Продолжение следует... Так вот. Продолжение следует... живи жив сушки вообще хорошо не говоришь это будет фол они образа скинков продает да не наоборот я уже видел как два соседа подкормлю кошака он такой типа от меня каша кстати бегает не знаю почему я его только издалека видел два раза как раз хика кормили но он миленький прям мы тут рядом еще в соседнем доме есть два крутых кошака серенькая девочка и белый рыжий парень вот белый рыжий парень и вообще такой прям как сказать правильнее это ласковый прям ты идешь но он сразу начинает к тебе подходить ластиться и а пожрать есть чё ну я думаю что это как бы смесь всего этого правильная мысль от ногогрыза то есть ну не убьем завра собственно тут скин скинки нормально отлетают вообще ну почти нормально то есть вы конечно встали а мы никуда не спешим мы свой голос забили вот мы вас догрызем как-нибудь можно вот еще помарщить скинков чтобы они кидали свои три плюсы может упадут может сломаются хорошо что эльфийский газон эльфийский газон не влияет на падение с даджей ну вот так вот на сегодня диамет дарков хотел погонять ну хорошо слушайте чё ты чё ты ногогрыз прямо крепок я конечно месте ногогрыза все таки отвел бы одного игрока ну не то что прям за болл хантер но хотя бы создать давление да докатились ребята хаосит жалеет о том что газон не смущает падение после даджей понимаете да как бы какой ногогрыз какой ногогрыз хаосит а так вот какой хаосит ногогрыз грешновато ногогрыз грешновато корова куплена корова куплена ой ситар грешновато грешновато я бы даже сказал ты чё серьезно купил корову без шуток нет я все понимаю ну как бы ладно есть подозрение что просто корова как бы корова единственное останется надгробие вести после матча вот на лосс пойдет да чем плоха коровка но как минимум что она стоит много умеет мало это очень большая разница как у вас все хитрый ситар игра удалений что матч ногогрыза настолько аккуратный что слов нету ребят прямо и показывают какую-то ультра аккуратную игру я я буду болеть только за смерть как говорится я может сейчас на пофиг пошел бы в контакты убиватора попытался бы вынести но это не точно силовика кэш тоже можно пытаться выбить но это не так удобно ногогрыз выбрал простой вариант какие-то это ребята такое общение что такими темпами реально будет доп время есть конечно те ребята добегут и забьют так они аккуратно играют прям вообще ни одного риска просто чапаев какие-то и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...